МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторая тема выпуска. Равнение на первых в Муравленковской транспортной компании назвали 8 лучших работников предприятия. Первые осенние игры «Газпромнефть-Муравленко» завершили. Осенние шуточные страсти развернулись в финальном матче мини-футбольного турнира. И команда наших лицеистов блестяще выступила на окружном первенстве по военно-прикладным видам спорта «Патриот». Ночной выпуск из блока официальной информации ямальцы могут поучаствовать в распределении денег на капремонты. Госжилищная инспекция совместно с порталом ЖКХ Ямал приглашает жителей округа обсудить и внести предложение в региональный законопроект об организации проведения капитального ремонта общего имущества. Напомню, что в России принят закон о создании системы финансирования капремонта многоквартирных домов, который вводит обязательные ежемесячные платежи для собственников квартир. Некоторые аспекты работы новой системы финансирования каждый регион разрабатывает самостоятельно. На Ямале законопроект подготовлен, но еще не утвержден. И есть возможность доработать документ с учетом мнения жителей округа. Ознакомиться с документом и высказать свои предложения можно на сайте ЖКХ Ямал в рубрике «Общественная экспертиза». Правительство России готовит предложение по продлению действия программы материнского капитала после 2016 года, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Ее модель планируется обсудить в первую очередь с гражданами страны. В правительстве хотят выяснить, что необходимо сохранить из того, что было, а что добавить нового. Но это пока только перспективы. А вот то, что уже намечено на ближайшее время, 2014 год, так это увеличение суммы материнского капитала. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, выступая на дискуссионной площадке в рамках работы съезда партии «Единая Россия» сказал, что размер материнского капитала вырастет на 20 тысяч и составит 430 тысяч рублей. Функции скорой помощи разделятся на экстренную и неотложную. Приказ о порядке оказания скорой медицинской помощи в России вступает в силу с 1 января 2014 года. Дело в том, что вызов кареты скорой помощи – дорогостоящие и не всегда оправданное удовольствие. А таких звонков за сутки в нашем городе доходит до 20%. Многие обращения граждан к врачам вполне можно перевести в разряд неотложных. Их будут обсуждать врачи соответствующего кабинета, который переоборудуют в поликлинике в соответствии с требованиями нового приказа. Новое хорошо забыто старое, говорит Олег Казаков, главный врач городской больницы. Неотложка у нас существовала еще в советские времена. Впрочем, для граждан мало что изменится. Они также, как и раньше, будут звонить в отделение скорой помощи, а ее диспетчер уже определит, к какому разряду относится вызов – экстренному или неотложному. Это, во-первых, ускорит оказание вот этой неотложной помощи, потому что терапевт, если он должен был раньше принять пациентов, потом он ехал на эти вызова, то сейчас в течение двух часов уже дежурный терапевт, который там есть, он должен уже выехать и оказать медицинскую помощь. Это оказание помощи при, допустим, невысокой температуре, длительной икоте, незначительных болях в животе, допустим, обострении каких-то хронических заболеваний, которые требуют неотложного вмешательства. В Муравленковской транспортной компании прошел конкурс профессионального мастерства. Его приурочили к Дню работников автомобильного транспорта, который в России отмечают в конце октября. На рынке труда профессия водителя остается одной из самых востребованных, но в День автомобилиста поздравления получают не только они. Это также и праздник дорожных рабочих, руководителей автотранспортных предприятий, инженерно-технических работников, которые выполняют свой профессиональный долг даже в самых сложных дорожных условиях. Трудовой стаж токаря Михаила Семенова более 35 лет. Он говорит, сложно подсчитать, сколько за это время он обработал металла. Вагон железа, наверное, обработал, если так. Каждый день, каждый день точим всякие детали. Все-таки востребованность, конечно, очень большая. В конкурсе профмастерства 8 номинаций. Водителям грузовиков досталось, на первый взгляд, непростое занятие. Половину дистанции, в том числе и змейку, им необходимо было преодолеть, управляя машиной на задней передаче. Впрочем, сами конкурсанты утверждают подобные маневры, их каждодневная работа. Да они не особо сложные. Нормально, хорошо. Мне понравилось. Первое место среди водителей занял Сергей Гарпинич. В других номинациях победителями стали машинист-бульдозера Рамиль Губайдулин, крановщик Закер Ульданов, экскаваторщик Валентин Люшный, тракторист Виталий Семилетов, автослесарь Зыряк Зарипов, токарь Андрей Смирнов и электрогазосварщик Рамиль Мингазов. Всего в конкурсе приняли участие более 50 сотрудников Муравленковской транспортной компании. Евгений Дегтяренко, Тимофей Сапильник. Новости нашего города. В спорткомплексе имени Павла Садырина завершились первые осенние игры «Газпромнефть-Муравленко». Соревнования проходили по трем видам спорта – мини-футболу, волейболу и дартсу. Главная цель, которую преследовали организаторы – привести в спортивный тонус работников предприятия. На финальных поединках волейбольного и футбольного турниров побывал наш корреспондент Евгений Дегтяренко. В финале волейбольного первенства встретились команды управления подготовки и сдачи нефти и пятого цеха добычи нефти и газа. Упорной борьбы не получилось. Уж слишком разным оказался класс команд. 2-0 по партиям. С таким счетом завершился этот матч в пользу команды УПСН. Гораздо более зрелищным оказался решающий матч мини-футбольного турнира. На площадке сошли сборные аппарата управления и 11-го цеха добычи. Первые минуты шла абсолютно равная игра, но когда команда аппарата управления вышла вперед, события на площадке стали развиваться стремительно. К середине второй 20-ти минутки казалось 11-му цеху добычи разгрома не избежать. Вплоть до середины второго тайма преимущество они только наращивали. И все же их соперникам удалось сохранить интригу в матче. За оставшееся время цех добычи трижды поразил ворота аппарата управления. Вот только штурм оказался запоздалым. Итоговый счет 8-5. Красивый и напряженный финальный матч стал достойным украшением осенних игр «Газпромнефть-Муравленко». Было большое желание, но, честно, хотелось очень сильно выиграть. И мы сделали это. Большое спасибо организаторам, правкому за то, что поддерживают спорт, что люди собираются, играют, помимо работы еще занимаются спортом. Это очень прекрасно. Итак, мини-футболе. Первое место у сборной аппарата управления. На втором – одиннадцатый цех, на третьем – ЦДНГ-1. Команда управления подготовки праздновала успех в волейбольном турнире. Далее в итоговой таблице расположились пятый и одиннадцатый цеха. В соревнованиях по дарцу лучший результат показали представители ЦДНГ-1. У команды аппарата управления – серебро, а управление эксплуатацией трубопроводов – бронза. Евгений Дегтяренко, Тимофей Сапильник. Новости нашего города. С победой вернулись муравленковские лицеисты с окружного первенства по военно-прикладным видам спорта «Патриот». За счет чего удалось завоевать переходящий кубок первенства и что нужно предпринять, чтобы побеждать в дальнейшем, узнала Татьяна Сорокина. На вопрос, за счет чего удалось победить в напряженной борьбе, лицеисты как один отвечают – качественная подготовка. Чтобы завоевать кубок, необходимо быть интеллектуалом, артистом и спортсменом. Настолько разносторонние задачи стояли перед молодежью, говорит Вера Клемко. К соревнованиям команду готовила целая группа учителей многопрофильного лицея. И перед каждым стояла своя задача. У меня есть кандидат мастера спорта. Так вот, по утрам, примерно полтора часа, они выходили на сопку и там бегали на сопке. Это ребята не все рассказали, но я знаю, какой ценой это все досталось. Физической подготовкой, понятно, что руководили учителя физкультуры. И этих учителей у нас три человека, и каждый занимался своим каким-то видом. Преподаватели ОБЖ отвечали за строевую и теоретическую подготовку. А специалисты воспитательной службы помогали работать над визиткой. Такой вот комплексный подход. Татьяна Черепанская вспоминает, с самого начала настраивали ребят быть одной командой. Был очень сильный накал. То есть там, несмотря на то, что команды были дружелюбны, было все равно очень тяжело. И ощущалась вот эта вот атмосфера борьбы, вот именно вот борьбы, соперничество, да. Очень тяжело было собраться. Вот когда, например, у нас были неудачи, было очень тяжело. Половина команды, например, говорила, ну все, там первого места уже не будет. И остальная команда, она поддерживала, говорила, нет, мы все равно займем первое место, это не конец. И вот это очень помогало. Успешное выступление в Ноябрьске, возможно, повлияет и на дальнейшую судьбу некоторых из участников команды. Так Роман Весловский поменял профиль. Теперь он в кадетском классе. В плане перехода в другой класс не было сомнений. Я выбрал сразу. То есть не сомневался ни капли на переход. А когда выбрал? Ну я думал, что до Патриота. Но нам сказали, как выступить на Патриоте, так и будет обсуждаться этот вопрос. Команда состоит в основном из десятиклассников. Так что на следующие игры Патриотов в 2014-м муравленковцы поедут в ранге фаворитов. Уже знают, нужно особо поработать над стрельбой и легкой атлетикой. Более того, лицеисты поставили конкретную задачу и перед своим директором. Сами ребята, как видите, они сегодня уже сказали, что нужно сделать директору. Это первое – купить винтовку для школы. Она стоит 100 тысяч. Значит, эти 100 тысяч нужно где-то найти. Второе – нужно купить однозначно обувь, в которой можно было бы бегать и показывать хорошие результаты, шипованные обувь. Поэтому тоже придется искать и находить эти деньги. Тот недостаток, который я знал, увидел, в течение вот этой зимы будем над этим работать, чтобы на следующий год выглядеть уже на голову выше. Чтобы занять первое место и быть в этом уверенным, необходимо на самом деле на голову выше, чем другие команды. А будем тогда уверены, когда мы будем хорошую физическую подготовку. В городе серьезно подходят к соревнованиям по военно-прикладным видам спорта. Поэтому из года в год муравленковцы достигают высоких результатов. Татьяна Сорокина, Вадим Братчик. Новости нашего города. У меня на этом все. В завершении выпуска предлагаю еще раз вспомнить, как соревновались профессионалы своего дела из муравленковского транспортного предприятия. Впереди рубрика «Город живет». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 9 октября в Салихарде минус 3, ветер северный до 2 метров в секунду. В ноябрьске 2 градуса мороза, северный ветер до 6 метров в секунду. В Муравленко 9 октября минус 4, ветер северный до 7 метров в секунду.